Какой мужчина идёт к нам на расклад? Покажись, да? Кто к нам идёт? По умеренности. Смотрите, тут всё-таки на данный момент вы с этим мужчиной на расстоянии. Ну, это карта уйти, чтобы вернуться, да? Кто-то ушёл в надежде на то, что скоро встретится. Ну, мало ли, в командировку уехал. Такое тоже может быть. Или расстались ненадолго по каким-то причинам. Отношения давние, скорее всего, достаточно стабильные. Да, вот, не ждёт, не дождётся, когда обратно приедет колесница, да? Когда увидит, когда приедет. Так-то колесница может говорить, если вы ждёте, никак не получается, что скоро мужчина приедет к вам. Есть сложности, скорее всего, по работе. Много работает. Возможно, нет возможности видеться. Напишет, позвонит, приедет. Неожиданно для вас абсолютно, когда вы этого не ждёте. Как очень часто эта карта трудоголика. Человека, который много работает, делает лишнюю работу, времени не хватает. Причём очень часто по этой карте толку от этой работы в плане денег нет. То есть, работы много, толку мало. И устал очень этот человек, ему необходим отдых. Этому мужчине необходим отдых. И, в общем-то, он ждёт, не дождётся, когда он же с вами встретится, когда состоится эта встреча. Что ещё? Ну, это действительно такие отношения. Знаете, вот, возможно, не просто так даны вам, а даны вам и ему для того, чтобы вы изменили друг друга в этих отношениях. Возможно, поэтому они и нелёгкие. Поэтому ссоритесь, миритесь, уезжаете, приезжаете друг от друга. Потому что, как бы, ну, у многих проиграются кармические отношения. Что такое кармические отношения? Это те отношения, которые заставляют нас посмотреть на нашу жизнь по другим углам. То есть, когда человек очень долго не хочет менять свою жизнь, а ему нужно, да, её изменить, допустим, по судьбе, должно что-то произойти, то, на что человек никак не может решиться. Очень часто судьба подбрасывает ему именно такие отношения, да, чтобы через них он изменился сам, посмотрел на мир с другой стороны и, наконец-то, сделал тот шаг, на который он не решался. Поэтому, как правило, кармические отношения очень сложные, особенно в эмоциональном плане. Вы должны понять, для чего вам дан этот урок, для чего вам дан этот человек, что вы должны изменить в своей жизни. И, в общем-то, простыми они не бывают. Ну, как и часто, они бывают длительными. Чаще всего, знаете, максимум три года. Потом либо всё начинается заново, да, цикл, либо люди расстаются. Очень часто в кармических отношениях рождаются красивые дети. Очень часто люди встречаются для этой цели, да. Если вы уже в том возрасте, когда детей вы не планируете, вас с этим человеком может связывать какая-то общая цель. То есть, ну вот, для чего-то он вам нужен для того, чтобы вы изменились. Каким образом вы измените свою жизнь, да, родители вы ребёнка, создадите ли вы вместе какой-то бизнес, это тоже ребёнок, да, или, возможно, этот человек, да, похож на предыдущего и дан вам в 125-й раз для того, чтобы вы научились не наступать на одни и те же грабли. Если вы этот путь прошли, значит, следующие отношения будут легче. Если нет, то следующий мужчина будет ещё тяжелее, чем предыдущий. То есть, и будут вас бить этими граблями до тех пор, пока вы не поймёте, в чём же дело. Они очень красивые, очень романтические, но эмоционально такие отношения нелёгкие. Вот есть притяжение сумасшедшее, да. Ну и вместе тяжело, и врозь невозможно. Что у вас к этому человеку? Расстояние. Возможно, знаете, ещё отношения не кармические, а когда, допустим, человек работает вахтой. Допустим, полгода есть, полгода нет, да. И вот сначала вы его ждёте всё время, не дождётесь, потом вы начинаете опять как с нуля, да, строить отношения, потому что отвыкли друг от друга. Как только привыкли друг к другу, человек опять должен ехать на работу. Возможно, вот тут такое ещё у многих. Я знаю, моряки, ещё кто-то, дальнобойщики. Ну вот, вы ждёте, да, в расстоянии. Вы уже устали ждать. Вот-вот он должен приехать. Ну сколько можно? У кого-то уже, у кого-то есть проблема финансового характера сейчас. Вот, ждёте мужчину, приедет с денежкой, зарплатой. Дверь открыта, скоро, очень скоро. Общаетесь с ним, очень у вас такая любовная переписка через интернет. Мечтаете о встрече, о свидании, ждёте, не дождётесь, да. Хотите большего, чем есть сейчас. Ну, допустим, соскучились, очень хотите, чтобы он поскорее приехал. Ну и есть какой-то материальный интерес. Дело такое. Ничего плохого в этом не вижу. Ситуация. Мужчина для вас герой, да. Мужчина для вас очень важен. Вы с ним, в общем-то, ну, самый лучший, самый умный, самый красивый. Тот, который вам был нужен. У вас с ним очень пылкие отношения. Романтика ещё есть в отношениях. Вы влюблены в друг друга. Вы счастливы, когда вы рядом. Переживаете, когда же он уже наконец-то приедет, снится вам уже. Очень хотите быстрее его увидеть. Вас рвёт на части. Скорее, скорее, скорее. Всё время думаю о нём. Вот-вот скоро появится, да. Последние там, я не знаю, недели, месяцы самые сложные. У кого как. Возможно, по этим картам мужчина явится раньше, чем планировал. Как он видит ситуацию? Ну, да, тоже расстояние. Не только города, возможно, даже страны сейчас между вами. Может, он у вас вообще моряк. Одиноко ему без вас. Но он император, он взрослый, серьёзный, он всё преодолеет. Ждёт, не дождётся уже, знаете, у него крышу срывает от того, что долго нет с вами. Видит вас жезловой, яркой, желанной девушкой, да. Переживает, тревожится, как бы там без него. И действительно есть чувство. Действительно есть чувство, выпал король кубков. Что думает? Ну, работа, 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 ещё раз работа. А что она там без меня? Как она там без меня живёт? Всё ли у неё хорошо? Жду, не дождусь, когда я её увижу. Думает о свиданиях, представляет, как это всё будет. Надеется, что всё хорошо, и вы тоже скучаете, как он скучает. Что в чувствах? Ну, в чувствах дьявола, да. То есть, действительно есть сумасшедшее желание. Скоро, скоро, скоро я её увижу. Король жезла, да. То есть, хочу её видеть. Не дожду, не дождусь. Терпение лопается. Всё время думаю о ней. Она мне снится. Готовы исполнить любое её желание. Ну, и карты семьи, карта дома. То есть, мужчина тянет к вам, вы его дом. Там, его дом, там, где вы. И давайте посмотрим же тот вопрос, который нас интересует больше. Чем же вы его так зацепили? Чем вы для этого человека особенная женщина? Ну, после того, как он встретил вас, всё остальное не имеет значения. Да, его жизнь разделилась на до и после. То есть, вы для него действительно особенный человек. Умна, мудра. Постоянно любит меня. Ей можно доверять. Она мой шанс, который нельзя упустить. Да, с ней, возможно, вот когда я встретил её, всё в моей жизни стало намного лучше. Возможно, бизнес начал лучше, лучше как бы закрутился. Возможно, денег стал больше получать. Зарплату повысили, должность повысили. Так что, возможно, даже благодаря связям, которые есть у вас, он улучшил своё положение. То есть, после встречи с вами его жизнь только улучшилась. Вы его солнышко. И плюс ко всему, да, вы по карте сила, именно та женщина, которая покорила его своей нежностью, своей мудростью, своей внутренней силой. Вы правильно, как женщина, себя с ним ведёте. И он думает о вас, ему кроме вас никто не нужен. Он мечтает о вас. Вы именно та, которую он всё время ждёт. То есть, карта сила, это сильное притяжение энергетическое, сильное притяжение эмоциональное, сильное притяжение любовное, сексуальное. То есть, всё в вас сошлось для этого мужчины. И он действительно любит вас и хочет быть с вами вместе. Но не будем больше докладывать карты. Карты великолепные. Я желаю всем, чтобы у вас был именно такой человек, который любит вас, который хочет быть вместе с вами. Пишите ваше имя под видео, пишите имя вашего мужчины. Это запрос во Вселенную. И карты вам ответят с удовольствием. А я вам говорю всего хорошего. До следующего расклада. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»